Доброго времени в студии Анастасия Дороган и это главные новости за неделю. Гонку за пост губернатора Алтайского края продолжает уже шесть кандидатов. Именно столько политиков. Вместо ожидаемых девяти предоставили подписи депутатов для прохождения муниципального фильтра. Регистрация в качестве кандидата на выборах губернатора края завершилась 29 июля. Необходимый пакет документов, в том числе подписи депутатов, представили шесть кандидатов. Это действующий губернатор края Виктор Томенко, кандидат от партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду» Евгения Боровикова, от ЛДПР Сергей Булаев, от партии «Новые люди» Владислав Вакаев, от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Алтайском крае Елена Хрусталева и от коммунистов России Сергей Маленкович. Любопытно, что среди трех кандидатов, которые не подали подписи в избирком, секретарь Алтайского комитета партии КПРФ Мария Просакова. По мнению ряда местных политологов, такой исход был вполне прогнозируемый. Результатом стала провальная кампания муниципальная 2020 года для КПРФ, и им не хватало муниципального фильтра. Собственно говоря, всей нашей оппозиции вообще, даже в сумме не хватало муниципального фильтра на одного кандидата. В данном случае отказ от переговоров с властью изначально ставят крестом на участие Марии Просаковой в губернаторской кампании. Политолог отмечает, что от зарегистрированных кандидатов хотелось бы услышать рациональные предложения о будущем Алтайского края и дает срез кандидатов на сегодняшний день. Понятно, что фаланитом и лидером ГОНКИ является Ростаненко, Великобритания России. Вряд ли его будут ожидать какие-то сложности в кампании. При этом он на самом деле ведет активную избирательную кампанию. Много из них по краю, много встречается. Везде прибываются в СМИ. И в дальнейшем такой же темп кампании позволит ему без каких-то больших проблем спокойно уникать. Значит, Евгения Боровикова выдвинута справедливой России за правду. От нее ожидается яркая, красивая, хорошая кампания. Евгения Боровикова расслабится своими достаточно хрюстными высказываниями. И в этом плане основной выброс, который мы, видимо, увидим от нее, это выброс точечника простого человека. Сердей Болайбов в ЛДПР. Вряд ли будет что-то большое, скорее всего, какая-то бандовная кампания, может быть, плакаты и попытка создать базовый литерат ЛДПР. Владислав Бакаев выдвинутый от новых людей. В этом плане самого участия в принципе ставит партию на отданную доску с теми, кто давно уже существует в политической жизни Латайского края. При этом Владислав известен своими концептуальными, каких-то обещаниями, да, и, скорее всего, от него мы увидим несколько программных каких-то заявлений, которые будут касаться всего края. При этом понятно, что его базовый литерат – это городской средний класс. Елена Хрусталева, которая выдвинута от российской партии пенсионеров, видимо, в своей кампании, во всех своих месседжерах, будет продвигать и себя лично, да, интересы своей партии. При этом партия пенсионеров встроится в существующий ландшафт и Янг будет претендовать в дальнейшем на более плотное участие в выборах из этих уровней. Ну и Сергей Маленкович, который выдвинут от коммунистов России, депутат СССР, внесет элемент шоу в выборную кампанию. От него ожидаются действительно какие-то интересные заявления, будем смотреть на его участие в телевизионных программах в СМИ, когда наступит этап. И в этом плане выбор всегда должен быть шоу. И здесь Сергей Маленкович, конечно, вот как раз с этой задачей справился. Ну и повторюсь, главный тригг выборов – кто второй, а кто последний. Спать невозможно, дороги разбиты, повсюду горы мусора. Жители Горника в шоке от нашествия большегрузов на их небольшой город. За последние недели Локтевский район пережил волну перегонщиков из Казахстана. Все из-за нового закона об утилизационном сборе. Чем он обернулся для Горника и его жителей, выясняла Юлия Щепина. Эй, б***ь, проехать, б***ь, не домой, б***ь, не из дома, б***ь. Сотни дневных комментариев и видео. В последние недели это главная тема местных пабликов Горника. Город заполонили фуры из солнечного Казахстана. Жители города оказались не готовы к такому количеству гостей. Пишут, все парковки заняты, а водители большегрузов не сильно заботятся о чистоте транзитного города и спокойствии населения. Вот эти вот, как, не дальнобойщики, а вот эти, перегонщики. То есть сильно мешает, да? Да. Ночами вообще невозможно спать, они же не отдыхая идут. А у нас ребенок маленький. Там вот по садовой улице, там у любого спросить они скажут. Да, все будут возмущаться. В Локтевском районе находится один из таможенных постов края. В последние недели, говорят жители, перегонщиков стало в разы больше. Пока к нам заезжают, россияне не спешат выезжать в Казахстан. Остерегаются длинной очереди на контроль. Мне проехать в Казахстан никак. У меня теща там живет, я раньше там жил. Я вот до сих пор ждал, когда они уедут. Я туда-то выйду, а потом назад. Их сто штук стоит. Вообще, как долго вот находитесь в городе здесь? В городе? Ну, четвертая сутка сегодня. Четвертые сутки. Чем занимаются? Почему так долго? Не знаю. Таможник что-то не дает добро. Они говорят, почему не дают? Не знаем. Мы только что загнали, не знаю. Но сегодня, наверное, выйдем. А вообще, куда гоните машины? Москву. С 1 августа в России начал действовать закон, который поднял утилизационный сбор на ввозимые в страну машины. Для некоторых категорий авто рост произошел почти на четверть от стоимости. Из-за этого с начала лета и особенно к концу июля горняк задыхался от фур. Все спешили провести технику до принятия закона. Такой наплыв выдержали не все. На улице Победы полное поражение дороги. Одна из улиц горняка больше недели была настоящим автобаном. Новый закон о повышении утилизационного сбора на импортные автомобили заставил перекупщиков перевыполнить пятилетку. Только за последнюю неделю по этой улице проехали сотни фур. Однако, по словам таможенников, наплыв дальнобойщиков они наблюдают весь 2023 год. После введения санкций возить технику в Россию начали объездными путями. В поисках логистических схем перевозчики превратили Алтайский край буквально в одни из ворот страны для ввоза импортной продукции. В частности, через нас в Россию поступает значительное число автомобилей из-за границы. В частности, из Китая сообщили в Алтайской таможне. Только за последние полгода алтайские таможенники оформили более 7000 грузовых автомобилей из Китая. Сейчас в среднем партия из 10 грузовиков обмеляется таможенниками за 10-15 минут. Что касается конкретно Горнякского таможенного поста в Локтевском районе. Это один из ключевых постов Алтайской таможни, через который идет грузопоток. Алтайская таможня и Сибирское таможенное управление ежечасно с помощью видеосвязи мониторят ситуацию на постах. Если фиксируется рост трафика, на загруженные посты могут привлекаться дополнительные сотрудники в целях ускорения совершения таможенных операций. А пока потоки перевозчиков улучшают экономическую ситуацию в стране, власти Локтевского района фиксируют жалобы жильцов, стараются оперативно на них реагировать совместно с ГИБДД и констатируют, дороги все-таки придется восстанавливать. «Понятно дело, если грузовой поток идет в такой массе, конечно же, будет влиять на состояние покрытия уличной дорожной сети. Это улица Восточная и улица Садовая, Победы, Пушкина. Все это, конечно же, влияет на состояние». «Что-то будете предпринимать для восстановления?» «Ну, конечно, мы уже посчитали объем работ для выполнения ямочного ремонта. Вскоре мы будем торговаться, так сказать, на аукционе и будем выполнять работу по ремонту». И пока администрация разбирается с последствиями нашествия больших грузов, в городе выдыхают. После 1 августа фур стало значительно меньше. Однако поставки через таможенный пост в Локтевском районе не прекратятся. «Вот они, красавцы. Трасса недалеко от Поспелихи». Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. Алтайский край может стать экономическими воротами на восток. Такое заявление сделал губернатор региона Виктор Томенко. И в этом не последнюю роль может сыграть железная дорога. Накануне Дня железнодорожника Виктор Томенко посетил несколько важных объектов железной дороги и пообщался с самими работниками. Все подробности в материале Ирины Корчагиной. Кстати, в сюжете расскажем, куда будет ходить новый электропоезд из Барнаула. Сидения с анатомической формой, крепления для велосипедов и разъемы для зарядки мобильных телефонов – такие сегодня вагоны будущего. Накануне новый электропоезд до Новосибирской области отправился из Барнаула. Экскурсию по вагону губернатору края Виктору Томенко провел начальник западно-сибирской железной дороги Александр Грицай. 8 вагонов, 818 посадочных мест. Удобство нового электропоезда оценили не только пассажиры, но и машинисты. В этом году в Алтайский край поступит еще один такой же состав. По словам Виктора Томенко, сегодня регион работает над тем, чтобы жители имели возможность недорого и комфортно путешествовать по краю. Поэтому правительство края налаживает партнерские отношения с РЖД. За последние два года холдинг уже инвестировал в развитие железнодорожной инфраструктуры региона и совместные проекты около 10 миллиардов рублей. Так, в 2022 году в крае обновили парк пассажирских вагонов для пригородных маршрутов. Только в прошлом году было приобретено 30 новых вагонов, каждый стоимостью почти под 70 миллионов рублей. Больше двух миллиардов рублей было вложено нашими железнодорожниками в это. Новый электропоезд с 1 января уже начал работать. В Славгород начала ходить электричка. Отлично. Уже больше 30, под 35 тысяч уже перевезли пассажиров. Сегодня мы планируем еще один по направлению в сторону Новосибирска и еще один до конца года будет введен. Каждый электропоезд почти 700 миллионов рублей. Накануне дня железнодорожника губернатор посетил еще несколько объектов РЖД. Один из них – цех, в котором перерабатывают резинотехнические изделия. Такая безотходная технология позволяет использовать свою же продукцию при строительстве и реконструкции объектов на магистрали. А это уже будущие железнодорожники. Сегодня профильный детский сад в Новоалтайске посещают более 100 детей. У каждого малыша мама или папа трудятся на железной дороге края. Дети не только познают специфику профессии, но и занимаются робототехникой, моделированием и не только. Мы, скажем так, еще со всем юных лет организуем ту самую профориентационную работу, которая в дальнейшем помогает нашим ребятам адаптироваться не только и стать железнодорожниками. Они могут многие и не стать, но вместе с тем помогают при дальнейшем выборе профессии. Нам очень важно, чтобы эти ребята были готовы к тем или иным неожиданностям в жизни. Путейцы, вагонники, локомотивщики. Железная дорога объединяет почти 700 разных профессий и более 20 тысяч жителей края. Кстати, в регионе проживает большая семья железнодорожников. Общий стаж династии – 332 года. Представить себе нормальную жизнь, текущую обыкновенную жизнь такого региона, как наш, без труда железнодорожников невозможно, а говорить про его дальнейшее развитие просто никак нельзя, если не будет такой организации, если не будет такой работы, если не будет таких людей. Важная часть совместной работы правительства края и железнодорожников – перевозка продовольственных грузов. Сегодня она охватывает не только продукцию алтайских аграриев, но и выходит на зарубежный рынок. По словам Виктора Томенко, в ближайшее время наш регион может стать экономическими воротами на восток. И железная дорога Алтайского края может сыграть в этом ведущую роль. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин, День с толком. В этом году в Африке откроют 28 центров русского языка. Эти учреждения будут продвигать наш язык и нашу культуру среди жителей жаркого континента. Тесная дружба в истории наших государств уже была во времена СССР. Сейчас мощный перезапуск этих отношений. В конце июля в Санкт-Петербурге прошел масштабный форум «Россия-Африка», где говорили о взаимовыгодных отношениях в разных сферах, в том числе и в образовании. В программе форума приняла участие ректор Алтайского педагогического университета Ирина Лазаренко. А сам вуз вошел в состав учредителей Ассоциации русских школ за рубежом, документы о создании которого подписали в Санкт-Петербурге. К чему это обязывает университет? Появятся ли у нас бюджетные места для африканцев? И с какими странами наш педагогический уже ведет плотную работу? Смотрите далее. Ирина Рудольфовна, вы были на экономическом и гуманитарном форуме «Россия-Африка». Как поступило предложение поучаствовать в нем? И были ли вы единственным ректором от Алтайского края? Приглашение от Министерства просвещения Российской Федерации принять участие в этом форуме было очень интересным. Поэтому, конечно, наш университет не мог не принять в нем участие. Вы одна есть или от Алтайского края? Нет, от Алтайского края нас было два представителя. Был Сергей Николаевич Бочаров, это ректор классического университета. Но у него, очевидно, была своя программа, потому что у нас учредители разные, разные задачи нарезаются. У нас была задача встретиться с представителями гуманитарной сферой стран Африки для того, чтобы обрисовать какие-то перспективы сотрудничества. С прошлого года так сложилось, что педагогические вузы закреплены за теми или иными странами. У Алтайского государственного педагогического университета две страны – это Таджикистан и Афганистан. Как мы знаем, эти страны не относятся к африканскому континенту. Но, тем не менее, интересы, вопросы, которые обсуждались на форуме «Россия-Африка», они очень перекликаются с теми проектами, которые мы сейчас реализуем в наших странах. И посмотреть на опыт, какой есть взаимоотношения педагогических вузов со странами Африки, посмотреть, какие общие проблемы, общие вопросы, как они решаются, это было очень познавательно, очень интересно. И, в частности, я присутствовала при подписании соглашений с Угандой, на встрече с депутатом, министром образования Гвинеи экваториальной, на встрече с представителями Мали. И все это, конечно, дает возможность сравнить, скорректировать свои какие-то действия, взаимодействия. Ну и все-таки по набору студентов Африка сейчас остается одним из приоритетных направлений, поэтому это направление, конечно, мы тоже прорабатывали. Я поняла, что вот у вас миссия была послушать, посмотреть, сделать какие-то выводы и вот акцент... Я бы сказала так, с точки зрения педагогики, это было факультативное участие, которое расширяет границы восприятия в целом этого направления и дает возможность скорректировать собственные проекты на международном направлении. Вот вы уже заговорили, да, об африканских студентах и одно из ключевых мероприятий на этом форуме была как раз, ну, кадровая подготовка для приоритетных отраслей африканской экономики, гуманитарной сферы, да. Каким образом вот планируется эта подготовка и в российских вузах будут ли увеличивать бюджетные места для студентов из Африки? Да, это прозвучало из уст президента Российской Федерации, и я бы выделила там несколько направлений. Это и высшая школа, подготовка специалистов, в том числе подготовка специалистов для системы образования стран Африки. Это открытие центров русского языка для продвижения русского языка и русской культуры, и в этом году будет открыто 28 таких центров на африканском континенте. Это открытие, рассматривался вопрос об открытии школ для обучения на русском языке и по российским стандартам. Это и повышение квалификации преподавателей высших учебных заведений, которые преподают русский язык. Поэтому это такой целый спектр направлений работы с Российской Федерацией, систем образования африканского континента. И я думаю, что уже со следующего года будут скорректированы контрольные цифры приема, выделены какие-то дополнительные места. А у вас учатся какие-то студенты на данный момент из Африки или нет? Они вообще планируются ли? Вы знаете, планировать мы планируем всегда. Мы ни от каких планов не отказываемся. То, что касается обучения студентов, то на сегодняшний день у нас больше студентов из Центральной Азии, в том числе Таджикистана, Афганистана. Ну, Казахстан это уже традиционная страна. Китай меньше в силу того, что после пандемии они по-прежнему очень сложно открывают свои границы для перемещения. И Индонезия. Вот как-то так сложилось, что Индонезия у нас в прошедшем учебном году была представлена несколькими студентами. Конечно, интерес к Сибири, интерес к Алтаю, он существует. И мы, я думаю, не только наш университет, но и все вузы Алтайского края приложат максимум усилий для того, чтобы еще больше открыть Алтайский край для представителей, в данном случае, Африки. То есть вы не исключаете такую возможность? Нет. Ну, еще один итог форума, такой очень важный, я думаю, именно для педагогического университета, что вуз вошел в состав учредителей Международного профессионального собственного ассоциации русских школ за рубежом. Что это за структура? Вот расскажите подробнее, какие задачи она будет решать, чем будет заниматься? На сегодняшний день существует достаточное количество общеобразовательных организаций за рубежом. Это и школы, посольств, это и образовательные организации, которые создаются для обучения по российским стандартам, в частности, в Узбекистане, в Таджикистане. Сейчас речь идет о строительстве школ в Киргизии, в Туркмении есть школа имени Александра Сергеевича Пушкина. Вот такое наличие таких образовательных организаций привело к необходимости консолидации усилий, обобщению опыта, выявлению общих каких-то проблем, формированию единой стратегии развития этих образовательных организаций. И Министерством просвещения было принято решение о создании ассоциаций таких школ. Основная задача – это координация работы школ в целом, координация работы педагогических коллективов, это унификация подходов, образовательных подходов, методологических, методических к продвижению русского языка и создание такого образовательного пространства, где обучение будет вестись на русском языке и по российским образовательным стандартам. К чему участие в этой ассоциации будет обязывать конкретно ваш педагогический вуз? В данном случае эта ответственность колоссальная, потому что мы являемся проводником российской культуры, российских образовательных стандартов и в целом качества обучения на русском языке в тех школах, которые созданы при совместной инициативе российского правительства и представителей правительства другой страны. Я уже перечислила те государства, где школы существуют. Но это Таджикистан, а в Афганистане они есть уже? Нет, в Таджикистане есть российские школы, это пять образовательных организаций и одна образовательная организация общего образования, которая существует при российско-тадживском славянском университете и подчиняется Министерству образования и науки Российской Федерации. Это школы в Узбекистане, это школы в Туркмении и сейчас, как я уже сказала, строятся школы в Киргизии. Есть еще в плане государства, где могут быть, должны быть открыты школы, где обучение будет идти по российским стандартам. Ну, они в планах за Министерство просвещения, я пока говорить этого не буду. Еще раз вернемся к форуму. Вы, как участник форума «Россия-Африка», каким его увидели? На что он был все-таки направлен? Мне очень понравились слова нашего президента. Он сказал, что Африка не просит подачек, Африка ищет взаимовыгодные проекты. Вот я бы, заменив, может быть, слово «подачки» на более такое легкое на восприятие по слуху, отметила именно это. Потому что заинтересованность африканских стран в работе с Россией очень велика. И масштабно с точки зрения направлений. Это и человеческий ресурс, это и гуманитарная помощь, это и военная составляющая, это и политические какие-то вопросы, это и система образования, и медицина, и пищевая безопасность, информационная безопасность. Вот все эти вопросы, они были рассмотрены на форуме в том или ином масштабе, я бы сказала так. Мы занимались гуманитарной составляющей, просветительской и образовательной. Ну все, спасибо. Пожалуйста. Алтайский край входит в пятерку регионов-лидеров по урожаю льна. Так, в прошлом году с наших полей собрали около 300 тысяч тонн высокомасличного качественного льна. Это рекорд по России. Сейчас в регионе началась уборка этой культуры для текстильной промышленности. Кто в крае его производит, что нужно, чтобы держать рекордные показатели, и повторится ли успех в этом сезоне, узнавала Валентина Аскерова. Уборочная кампания идет полным ходом. Техника работает на трех тысячах гектаров. Ранее только с одного получали 50 центнеров. В этом году о высокой урожайности говорить не приходится, рассказывает пионер льноводства в Сибири Лев Каленов. Засуха подкосила влаголюбивую культуру. Два месяца алтайские поля изнывали от жары. Дождей практически не было, а температура держалась 40 градусов. Технически он пригоден на волокно. Но чем он выше, тем он эффективнее, тем он лучше. Понимаете, и урожай выше, и волокно лучше. Но засуха, она не дает растению, как бы сказать, раскрыть свои возможности. Содержание льна, я подозреваю, будет меньше, чем обычно. В прошлом году, рассказывает глава льняной компании, удалось произвести 3000 тонн льноволокна. Его активно покупает Китай. В этом году выйти на прежние показатели практически нереально. Шанс на высокую урожайность могут дать специальные поливальные системы. Для того, чтобы поливать наши, положим, хотя бы 1000 гектаров, это надо строить специальную систему, которая будет состоять. Во-первых, надо откуда-то взять огромное количество воды. То есть мощные насосы, электроснабжение, трубопроводы. Цена вопроса около 500 миллионов рублей. Неподъемная сумма. Ведь только на пассивную компанию, отмечает Лев Каленов, уходит 200 миллионов рублей. Для льновода, конечно, предусмотрены субсидии. 10 тысяч рублей за гектар. Но размер выплаты не меняется на протяжении 7 лет, отмечает крестьянин из Залесовского района Михаил Горлов. Много это или мало, вопрос такой. Конечно, хотелось бы больше, но они есть, мы их получаем. По сути, наверное, хватает, чтобы посеять, закупить какие-то удобрения. Под лен долгунец аграрий отдал 240 гектаров земли. Всего же у Михаила порядка 10 тысяч гектаров. Долгунец – капля в море от занимаемых площадей. Сеять больше крестьянин не рискует. Оборудование для уборки льна в дефиците. Да и сама технология сбора урожая сложная. Чтобы вы понимали, метровый захват у этого льнокомбайна, то есть один механизатор, который сейчас, в принципе, не с избытком у нас, один механизатор с этим метровым комбайном бегает по этому 200-гектарному полю и убирает в день по 4 гектара. То есть это сколько надо ему дней это все делать, чтобы… А потом еще это нужно, чтобы вылежалось, потом это нужно перевернуть, поднять, закрутить в тюки. И выращивает, и перерабатывает. У Михаила Горлова процесс переработки льна давно отлажен. На протяжении 7 лет производит качественный продукт. Лен для текстильной и строительной отрасли на складах не залеживается. За него предлагают неплохие деньги – 70 тысяч за тонну. Наша конечная пока готовая продукция, вот строительная пакля, она дальше, как правило, у нас идет в переработку в дальнейшую. То есть покупают заводы Новосибирск, в европейскую часть отправляют. Из нее уже делают нетканное полотно, там, разные другие, там, ткань добавляют. Выращивает аграрий и лен-кудряш, из которого производят льняное масло. Кудряша почти в два раза больше, чем долгунца – 400 гектаров. Он менее привередливый, выращивать его легче. Да и цена реализации хорошая. За масличный лен переработчики предлагают 30 тысяч за тонну. Переработчики покупают, кто масло цеха, кто давит изо льна масла, покупают. А когда-то и на экспорт, наверное, его продают тоже. Алтайский лен охотно покупает Китай, Белоруссия, Узбекистан, Казахстан. Кстати, масличный лен перед продажей следует на ряд показателей, чтобы доказать его безопасность и качество. Семена анализируют на пестициды, на масличность. Масличность по сравнению с другими регионами Российской Федерации у нас достаточно высокая. Средняя масличность по льну по культуре в прошлом году была 45%. Некоторые партии достигали до 48%. Это масличность, за что ценится именно эта культура. За последние несколько лет масличный лен поднялся в рейтинге востребованных культур. Алтайский край входит в пятерку лидеров в стране. Так, в прошлом году с алтайских полей удалось собрать около 300 тысяч тонн высокомасличного качественного льна. Абсолютный рекорд в России. Показатели неплохие, но мечтать о том, что и лен для текстильной промышленности достигнет когда-нибудь подобных высот, не приходится. В этом году по всей стране засеяли всего 30 тысяч гектаров. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Что объединяет комика и волонтера? Нелюбовь к мусору. Необычная коллаборация произошла на реке Пивоварка. Барнаульские активисты и юмористы стендап-клуба очистили водоем, пригласили всех желающих. Горожан попросили взять только перчатки, мешки для мусора и смех, ведь после уборки их ждал стендап-концерт. Как прошел нестандартный для Барнаула субботник и все ли так весело? Узнаете далее. Центр Барнаула недалеко от проспекта строителей – проток реки Пивоварка. Килограммы гниющего мусора. Разгребать свалку отважились волонтеры, организации «Чистый край Алтай» и просто неравнодушные барнаульцы. Некоторые из них по колено в воде. Так легче выгребать со дна бытовые отходы. Рассказывают, только за июль совершили сюда уже три захода. Вывезли больше 200 мешков мусора, но течением вновь и вновь приносят грязные сюрпризы. Дело в том, что здесь такое место, что пивоварка протаскивает весь мусор. Все свалки собирают. Вот даже если посмотреть на тот берег, получается, вот зачем-то подгребают именно к пивоварке. Если подъем воды, это все оказывается здесь. Маловато собирается у нас, ну, как бы ничего страшного. Один с полевой. Привлечь внимание к экологической проблеме также захотели комики барнаульского стендап-клуба. Комедианты узнали, что такие субботники собирают мало людей. Мотивировать решили шутками. После уборки стендап-концерт прямо на улице. Через призму юмора всегда чуть проще взглянуть на суровую реальность, рассказывают парни. У меня вот в сольном концерте в первом была вот такая шутка о том, что почему мы гордимся природой, если мы ничего для этого не сделали. Чтобы природа была красивой, нам и нужно ничего с ней не делать. Поэтому русскому человеку для того, чтобы гордиться природой, нужно говорить, видишь море, это мы не засрали. Видишь лес, это мы не вырубили его. Вот только в таком ключе может быть. Но что делать, когда шутки кончились, а проблемы остались, добавляют активисты. За субботником хоть и удалось немного привести в порядок участок водоема, собрать 56 мешков мусора, но объем работ намного больше. Пивоварка протекает почти через весь город. После больших дождей у нас весь городской мусор, вот он здесь. Пластик, пакеты, боковой мусор, то есть все в воде. Это о чем говорит? О том, что у нас береговая линия не под контролем. Если мы не можем пока определить границы, то есть не можем приступить к очистке, давайте хотя бы какие-то комплексные мероприятия разрабатывать по предотвращению замусоривания. Надо очистить, подключаться не только волонтерам, просто волонтерам не справиться. Хотелось бы, во-первых, очистить все, углублять русло, чистить тут береговую линию. Есть на этой территории и единственный городской водопад. Уникальный объект построили более ста лет назад. За его судьбу также борются волонтеры. У нас очень много в городе говорится о развитии туризма. Упоминалось, что Пивоварский водопад может стать жемчужиной нашего города, может являться местом притяжения. Но, ребята, простите, какой жемчужиной он может стать, находясь в таком состоянии? Общественники не исключают, что течением вновь прибьет мусор. И отмечают, что субботники планируют повторять. На помощь приглашают и всех неравнодушных барнаульцев. Подробную информацию о времени проведения вы можете узнать из соцсети в группе «Чистый край Алтай». Мария Мацева, Дмитрий Денисов. День с толком. Продолжение следует...